В Киеве плюс 10 и солнце. Сезон безумия продолжается. Дядя Миша идет на Днепр. Ну вот как не поехать, не пойти, вернее, на рыбалку с такой погодой? Это просто глупо. Тем более у меня сегодня отбул, я могу себе позволить сходить на Днепр на пару часиков покидать спиннинг. Сегодня буду пробовать первый раз ловить спиннингом. Ну, собственно говоря, задача не ловить, а задача немножечко отработать заброс, почувствовать палочку, посмотреть, как она себя ведет и вообще попытаться понять, что это такое. Вперед за орденами, поехали. Пока запаривается мой супчик, решил сделать перерыв небольшой и доснять немножко. Первое впечатление по спиннингу и по всему, по всему, по всему, по всему, в общем. Встречный ветер, северо-западный, хотя прогноз погоды говорит о том, что вот у нас должен был быть якобы юго-восточный. Совсем одно и то же, северо-западный, юго-восточный. Ну, им видней. То дело такое. Ладно, уже Бог с ним, с ветром. Ожидал как бы больше чувствительности, но к сожалению, к моему большому сожалению, он начинает показывать дно и происходит хотя бы какие-то начинает подавать какие-то знаки при грузах от 8 грамм. Это меня очень сильно расстроило, потому что силикон, который у меня есть, он весь 2,2,5 дюйма. И при весах, даже при 6 граммах, он падает на дно, как камень. То есть, в никаких паузах, там, задержках, там, речи вообще не идёт. Единственный силикон, который у меня есть, вот этот фанатик из зелёной и щучьей, сейчас я посмотрю, как он называется, в размере, а я его, по-моему, даже и не взял, наверное, скорее всего. Похоже, что так. Я же не думал, что этот самый. Что так оно будет. Да, я его дома, по-моему, дело оставлю. Ну, бросавчик. Всё, короче, отрыбачились. Шучу. Ну, что, на самом деле повезло. Оказывается, я перерыл рюкзак, оказывается, взял я трёхдюймовый силикон. Вот он, X-Larva. Это единственный силикон трёхдюймовый, который у меня есть. Я думаю, с ним 8 грамм будет нормально себя чувствовать. Сейчас попробую на него половить. Ну, другого у меня, в принципе, нету. Обловлю весь берег, дойду до конца. И, соответственно, пойду домой. И он у меня пойдёт на овсетном крючке. Овсетный крючок вот такой вот. Моделька 3315. Да? Да, 3315. С вот этим овсетным крючком. Правда, без пружинки. Но ничего. На овсетном крючке троечка X-Larva. Сейчас попробуем, как будет работать. Вдруг повезёт. Я что-то всё-таки сегодня поймаю и разловлю таки этот спиннинг. Я очень сильно на это надеюсь. Очень хочу, чтобы это произошло. Хотя бы писюна какого-нибудь бычка поймать. И будет вообще достаточно выше крыши. Шёл по берегу. Набрёл на брёвно. Смотрите, как бобры шлифанули дерево. Вот они его отгрызли сначала. Но упало. Как они его обшлифовали. Следы от зубов. Вообще голая. Живого места нет. Вот такие вот бобры. Загубили здоровое дерево. Нормальное. Всё, вот его сюда прибило течением. Оно теперь тут погрызанное валяется. Такие вот бобры молодцы, ребята. Всё, я покупал флюрокарбон сегодня себе на поводки. 2,021 по-моему. Азура. Написано разрывная нагрузка. 3,1 кг. Но при забросе груза весом 8 грамм произошёл отстрел. Ну, я как бы не знаю, способен ли грузок разорвать поводок грузок 8 грамм разорвать поводок 2,1. Ну, может быть, в неумелых руках и может. Но я считаю, это в принципе ненормально. Когда 8 граммовый груз рвёт поводок с заявленной разрывной нагрузкой 3,100. Ну, это просто смешно на самом деле. Ну, я считаю, что так. Вот. Возможно, мне неудачный попался этот самый материал. Или я там как-то не так бросаю. Всё-таки неопытный ещё. Только-только начинаю. Ну, тем не менее, вот у меня такое в практике уже произошло. Разрыв поводка вот восьмиграммовым грузиком. Ну, смех и грех, короче. Вот. Ну, собственно говоря, я уже прошёл практически весь берег. Дошёл до того места, где я когда-то рыбачил, поймал ерша. Был у меня выпуск. Назывался «Чуть не загрызли собаки». Это было здесь. Вот. Сейчас ещё дойду до конца берега. Туда пройдусь. Потопаю домой. В целом, считаю, интересно и успешно. Такой всё-таки опыт без него. И он не может просто так ниоткуда взяться. В любом случае, навыки нужны. Проходил, видел двух фидеристов. Сидело два фидериста тут на перешку. Вот. Но у них голяк полный, лица расстроенные. и как бы не очень. И не там собственно видно, что не выстрелило у них сегодня. Тоже не зажгло. Но прогноз рыбной ловли на рыбхозе показывал, что два балла из десяти. Я, в принципе, где-то так и думал, что ничего толкового из этого не получится. Вот это место. Где меня чуть не загрызли собаки. Вот это место. Проклятое. Тут такой наверху скотомогильничек. Шучу. Нету тут могильника. Вот. Ну, попробую пробраться. Так что вот такие вот дела. Подведя итоги. Итоги, наверное, еще рано подводить. Я еще половлю этим спиннингом. Посмотрим, какая будет. Какие результаты будут потом. другой раз на другой рыбалке. Вот. Ну, пока. Пока все. Пока.